На Атерауском НПЗ продолжается реализация экологических проектов. В этом году на предприятии приступили к установке автоматизированной системы мониторинга вредных выбросов. Сейчас идут строительно-монтажные работы. В январе-феврале 2024 года заводскую систему мониторинга планируют подключить к республиканской информационной системе. Прокаливать нефтяной кокс и производить процессы нефтепереработки станет безопаснее для окружающей среды. В рамках программы по снижению технологических потерь и вредного воздействия на окружающую среду на предприятии реализуют еще один экологический проект. Чтобы уменьшить негативное влияние производства на атмосферу, АНПЗ продолжает реализацию дорожной карты по снижению выбросов. За 11 месяцев уходящего года объем эмиссий составил 9 313 тонн. Это на 302 тонны меньше прошлогоднего показателя. ССМ позволит не только производить анализ мониторинга выбросов, а также при необходимости контролировать технологический режим. Датчики экологического контроля позволят в режиме реального времени проводить мониторинг выбросов сернистого ангидрида, сажи, метана, оксидов азота, оксида углерода с дымовых газов, печей и котлов. Данные ССМ будут передаваться каждые 20 минут контролирующие государственные органы. Плавучие крышки, которые устанавливаются на внутри резервуаров для хранения жидкости, наличие понтонов препятствует испарению продукта в атмосферу, снижает его потери, сохраняет качество, снижает пожаро- и взрывоопасность объекта, а также уменьшает негативное воздействие на окружающую среду. Национальный банк Казахстана выпустил новые купюры в 5000 тенге. Это первая банкнота из серии сакский стиль. На лицевой стороне – ветвь дерева жизни с парящей птицей. Такая же была найдена на украшениях золотого человека. На обороте купюры – фигуры беркута. Это элемент украшения из берельских курганов долины царей в Восточном Казахстане с 7 века до нашей эры – символ свободы и гармонии. В течение года эти банкноты постепенно должны заменить те, которые сейчас находятся в обращении. Предыдущий вариант был выпущен в 2011 году. Производство мяса птицы наращивают в Кыргызстане. Самая крупная птицефабрика в Иссыкульской области увеличила объемы на треть. Для этого построили дополнительные птичники. Питание для птиц собственного производства. Куры привередливы, едят исключительно гранулы. В зависимости от возраста для них подбирают разный диаметр. Бройлерные птицы едят практически в режиме нон-стоп. Доступ к еде и воде у них постоянные. В итоге за 40 дней одна курица набирает вес до 2,5 килограммов. В год фабрика теперь выпускает до 12 тонн мяса. Это на треть больше, чем раньше. Добиться таких результатов помогает автоматизированная система. В Кыргызстане употребляют до 60 тысяч тонн куриного мяса в год. Отечественные фабрики обеспечивают потребности страны лишь на 10%. В планах увеличить объемы так, чтобы удовлетворить спрос хотя бы наполовину. Самая крупная птицефабрика в Кыргызстане обеспечивает работы больше 400 жителей из Цикульской области. На севере сектора газа больше не осталось функционирующей больницы, заявляет ВОЗ. Госпиталь Аль-Ахли был последним пунктом предоставления неотложной помощи. Однако теперь специалисты полностью истощены. В здании нет топлива, медикаментов и продуктов питания. Не работает электричество. Раненых пациентов временно разместили в церкви на территории больницы. В их числе пожилые и маленькие дети. Тем временем сотрудники ООН пытаются доставить в Анклав лекарства и продукты первой необходимости. Однако поставки прерываются из-за боевых действий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова